Какие продукты повышают выносливость? Что нужно есть, чтобы оставаться как можно дольше молодой и красивой? И тарелка с какими овощами подарит нам встроенность? Узнаем прямо сейчас в программе Актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях заведующая отделением медицинской профилактики Надежда Сергеевна Пышнограева. Надежда Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в студии. Вы у нас уже давний и надежный друг. Я пригласила вас не случайно. Скоро весна. И как и любая женщина, мы хотим выглядеть стройной, красивой. И к этому уже нужно готовиться. И знаю, что у вас есть уникальный проект «Школа здорового питания». Расскажите, как он работает и кто может стать его участником? Да, действительно, мы начали такой новый проект «Школа правильного питания», которая начала свою работу с первых дней февраля этого года. Посетить эту школу могут любые люди, желающие не только женщины, но и мужчины. Потому что у мужчин тоже такая проблема есть, и мужчины тоже хотят быть красивыми и стройными. Почему мы вообще сделали эту школу? Что же послужило предпосылками? Ну, ни для кого не секрет, что проблема ожирения на сегодня вообще глобальная проблема, и не только в России, но вообще, наверное, во всём мире. Ну и в России и в нашем округе эта проблема есть. Вот цифру не могу пока сказать по результатам того года, но вижу, что такой диагноз ставится достаточно часто. Диагноз ожирения, либо выявляется такой фактор риска, как повышенная масса тела в рамках диспансеризации. Поэтому с этой проблемой нужно тоже работать. На сегодня нет, наверное, таких докторов, или в рамках приёма терапевта вряд ли можно долго говорить о питании и как-то работать с этой темой. Ну, наверное, чаще всего эту тему затрагивает эндокринолог, и то, наверное, с позиции заболевания эндокринной системы, там, сахарного диабета и так далее. Но ведь эта проблема может быть, собственно говоря, у здорового человека, у молодого или среднего возраста, и даже у пожилого, да. Поэтому мы вот как раз-таки решили внедрить этот проект и научить на этом проекте людей работать с этой проблемой. Потому что 90-95% проблемы ожирения возникают из-за того, что люди потребляют много энергии и мало энергии расходуют. И всего лишь 5% ожирения связано с какими-то другими заболеваниями, ну, чаще всего с заболеваниями эндокринной системы. Поэтому 95% это вот дисбаланс энергии. Кушаем много, а двигаемся мало. Когда люди сами виноваты, да, что не следят за своим питанием? Ну, тут нельзя как бы напрямую сказать, вот вы виноваты и всё. Конечно, многие понимают, что делают неправильно и продолжают это делать. А многие делают это по незнанию, от недостатка знаний. Так вот, одна из задач школы как раз-таки научить, объяснить. Конечно, никаких волшебных там у нас процедур нет. И мы начинаем свою работу вообще с простого. Первое, с чего мы начинаем работать, те люди, которые к нам пришли, она сегодня пока в проекте 6 человек. Но могут ещё к вам присоединиться люди? То есть вы приглашаете? Ну, пока мы, в общем-то, заточены на групповые занятия. Может быть, мы потом перейдём на индивидуальные. Но пока этот проект пробный, нам самим нужно ещё обкатать, посмотреть, какая эффективность. Мы сами учимся, и я сейчас учусь дистанционно по этим вопросам диетологии, психотерапии, диетологии. Поэтому 8 недель мы будем вести группу. Из этих 8 недель 5 основных занятий. 5 основных занятий плюс обследование в Центре здоровья. Далее у нас будут такие уже встречи редкие. Может быть, контакты по телефону. Или мы создали в Вайбере группу, где мы переписываемся. Женщины пишут, задают вопросы, посылают фотографии порций. Что-то так, что-то не так. Я тоже пишу свои ощущения, что мы при этом ощущаем. И так далее, и так далее. Так вот, на первом занятии мы говорим, зачем и почему я пришла сюда, и почему я хочу похудеть. Пока человек не ответит себе на этот вопрос, пока он не примет решение, не поймёт, для чего это нужно ему. Ведь на самом деле это нужно не мне, и никому-то другому, а конкретно самому человеку. То есть это к вопросу о мотивации. Зачем тебе это надо? Что ты хочешь? И вот мы на занятии ищем ту спасательную соломинку, за которую они будут держаться в течение всего времени. Потому что, понятно, будет возникать желание съесть то. Будет вообще возникать желание съесть много пищи. Но должна быть всё время какая-то спасительная соломинка и понимание... Мотивация какая-то. Мотивация, да. Зачем тебе это надо? Кто-то из женщин говорит, я хочу, чтобы у меня было красивое тело и нравится мужчине. Кто-то говорит, у меня болят суставы ног от лишней массы тела и позвоночник, и я хочу чувствовать лёгкость в теле. Кому-то ещё что-то... Кому-то дети говорят, что мама, мы хотим, чтобы ты ходила в красивом платье, а ты вот такая полная и не можешь влезть вот в то платье, в котором ты ходила раньше. Это всё реальные истории, это люди, которые рассказывают об этом. Но когда они приходят на проект, они говорят, ну, для здоровья, чтобы быть здоровым. Ну, это не мотивация. Нужна обязательно, чтобы была привязка конкретно к себе. Чёткая года. Да, потому что что значит здоровье? Здоровье есть у всех, да? Мы сегодня себя ощущаем хорошо и говорим, я сегодня здоров, я чувствую себя хорошо, у меня всё хорошо. Нужно конкретное понимание проблем. Вот это первое, что мы решаем. Второе, мы ставим цели. То есть если женщина приходит на проект с массой 100 килограмм и говорит, что я хочу весить 40 через энное количество времени, ну, вряд ли это хорошая цель. Конечно. Она может быть на долгосрочную перспективу, но нам нужна цель такая, чтобы она действительно реально была достижима, а самое главное, чтобы эта цель ещё и мотивировала к тому, чтобы человек продолжал, ну, так скажем, здоровое питание, да, чтобы он снижал эту массу тела. И поэтому мы рассчитываем эту цель. Это берётся 5-10% от исходной массы тела, не более, а лучше даже 5 взять. Устанавливаем срок, и когда женщины достигают этой цели, у них мотивация повышается. Да, я это сделала, это первый шаг. Я убрала 5 килограмм, не 45, а пока 5, да. А дальше цель, мы можем продолжать, менять её в зависимости от ситуации. И даже если у женщины нет результата, у нас и такие есть, то есть мы ещё, по сути, в общем-то, немного работаем, но есть женщины, у которой нет результата. Но она не набирает, ну и не снижает, но при этом ходит на занятия, да. То есть мы всё равно работаем, выясняем причину, почему это происходит. Эта женщина смотрит на других, да, значит, недостаточно она ещё поработала над мотивацией. А сколько лет вот вашим пациенткам, если их так можно назвать? Все женщины, я так понимаю, да? Все женщины, да, все женщины, значит, возраст от 30 до 54. Достаточно молодой, да, возраст? А вес там критичный, да, такой уже масса тела большая? Нет, нет, от 74 килограмм до 110 килограмм. Ну 110, да, это уже такой... Да, и поэтому цели, цели у всех разные, мотивации у всех разные. Понятно, что чем больше масса тела, тем эффективнее и больше эта женщина будет снижать. У кого масса тела меньше, у тех и цель меньше будет, и по времени они дольше будут снижать. А как правильно рассчитать вот свой вес, который у тебя должен быть нормальный? Ну, вообще в практике используется формула расчёта по индексу массы тела. Это первое, да, мы смотрим, попадает человек в какую градацию ожирения, повышенная масса тела. Но сказать, что она идеальная, на сегодня нельзя сказать. То есть это тоже индивидуальная, да? Да, да. Вот как раз-таки с этой целью мы приглашаем наших участников в Центр здоровья, где они дополнительно могут пройти обследование. В частности, нас больше всего интересует такой метод исследования, как биоимпедансметрия. Это одевают такие проводки на тебя, и там исследование на несколько страничек. Как раз-таки это исследование показывает, какой у тебя водный баланс, какой у тебя по составу, сколько у тебя жировая масса, костно-мышечная масса, клеточная масса, какой у тебя обмен, сколько килокалорий организм твой затрачивает на все потребности и нужды организма, да, и так далее, и так далее. И вот, кстати, мы сравнивали, был у меня на приеме один мужчина, внешне вот спортсмен, спортсмен, по индексу массы тела, просто повышенная масса тела, да, говорит, что занимается спортом, все, отправили на биоимпедансметрию, он показывает, что, а, нет, жировой массы много, и биоимпеданс показал уже ожирение первой степени. То есть вот, да, на нем как бы более такая точная диагностика, потому что он соотносит не только вес и рост, но еще и внутренние среды организма. А если, например, у культуриста, мы посчитаем индекс массы тела, у него тоже будет ожирение там первой-второй степени, но при этом отправим его на биоимпеданс, там покажет мышечную и костную ткань в большей степени и в наименьшей степени жировую ткань, да, но нельзя же сказать, что у этого человека ожирение, то есть у него индекс массы тела будет соответствовать. Поэтому вот такой идеальной шкалы нет. Сказать, многие используют такую формулу, что рост минус 100, и что в остатке вроде как ты столько должен весить, да, это тоже неправильно, потому что с возрастом, после 30 и 40 лет... Позвонки, наверное, да? Нет, вес как бы... Там увеличивается и калорийность питания, и масса тела, она может быть больше. То есть чем старше мы становимся, то есть людям, например, после 70 вообще худеть нельзя. Нужно держать ту массу тела, на которой ты есть, самое главное, не повышать, да. Ну, если там, конечно, некритичные цифры, там, 120 и там, 130 килограмм, можно немножко, но с такими людьми в пожилом возрасте очень сложно работать, и вот по всем рекомендациям говорится о том, что задача, чтобы они не набирали больше. Вот с такой массой тела и жили, да. Ведь проблема не только ожирения, у нас на биомпедансе еще и выявляется, например, недостаток жировой ткани, и костной, и мышечной ткани. Это тоже не есть хорошо. Это вторая проблема. Конечно, да. Есть же у людей какая-то вот фобия, и таких много среди моих знакомых, да, когда вот им кажется, что вот они очень толстые, на самом деле они стройные, и уже потом... Да, есть такие проблемы, но это проблемы уже психологического плана, и как раз-таки вот худые тоже могут прийти и провериться в центре здоровья и посмотреть свой баланс на биомпедансе. И если там будет показывать недостаток жировой ткани, да, то это тоже не есть хорошо, потому что жировая ткань, она у нас должна быть, она нам нужна, она нам помогает, особенно нам, северянам здесь, а на севере она участвует и в гормональном обмене веществ, и выработке витаминов жирорастворимых, и защитные функции, терморегуляции, и много-много функций у жировой ткани. Надо заранее записаться, да, чтобы пройти вот эту процедуру? Да, в Центр здоровья желательно записаться заранее, потому что наши специалисты выходят ещё в организации, выезжают в другие населённые пункты, чтобы не прийти там к закрытой двери, да. Лучше заранее записаться по телефону 6 50 96, и помимо биомпеданса в Центре здоровья можно узнать свой уровень сахара-холестерина, померяют все антропометрические показатели, рост, вест и индекс массы тела посчитают, измерят содержание СО в выдыхаемом воздухе, ну это чаще всего и у курильщиков используют. Это наличие кислорода, да? Нет, это не наличие кислорода, это содержание, наоборот, так скажем, угарного газа в выдыхаемом воздухе. То есть курильщик, который курит постоянно, или, например, человек работает на каком-то вредном производстве, или, например, где-то утечка газа, или живёт с печкой, у него печка коптит, или с автомобилями, где выхлопные газы, вот у этих людей этот результат может показать определённое содержание вот в выдыхаемом воздухе. Но это тоже не есть хорошо, это говорит о хронической интоксикации, отравлении организма вот этим газом. А по содержанию кислорода у нас используется пульсоксиметрия. Это тоже исследование в нашем Центре здоровья, насыщение, так скажем, крови кислородом по-русски. Это тоже очень важный показатель, потому что кислород у нас участвует во всех обменных процессах, очень нужен нам для функционирования головного мозга, других органов системы. А у нас вот здесь недостаточно, так скажем, да? Ну, что делать? Мы живём на севере, да, но тем не менее мы проводим, в принципе, показатели в норме. То есть мы не живём же в состоянии, когда совсем критично, да, то есть тогда мы бы тут все ходили с вами с кислородными баллонами, то есть мы же всё равно живём, да, мы живём, природа живёт, животные живут. То есть вот вкратце такие показатели можно измерить в Центре здоровья, а по результатам исследования выдадут паспорт или, так скажем, документ, да, где будут занесены эти показатели, даны рекомендации врачом Центра здоровья. Самое интересное, что можно будет прийти через какое-то время. Ещё раз провериться, да? Да, можно раз в год приходить с этим паспортом здоровья, то есть он будет храниться у вас на руках, вы можете потом сопоставить. Или, например, у меня сейчас женщины прошли биомпедансометрию, мы 8 недель делаем вмешательство по правильному питанию, и через 8 недель мы ещё раз сделаем этот анализ, посмотрим, как поменялся. Какие у вас там занятия? Вот как всё проходит? Сколько раз встречаетесь? Два раза, получается, да? Да, да, сейчас мы встретились два раза, на этой неделе мы встретимся третий раз. Так вот, первое занятие, я уже сказала, там мы работаем над мотивацией, над целями, мы рассчитываем индекс массы тела, мы взвешиваемся, проходят они обследование в Центре здоровья. Второе занятие, да, им даётся домашнее задание после первого занятия, то есть каждый из участников должен вести дневничок питания, грубо говоря, записать, в какое время, что съел, в каком количестве, чтобы понимать, как строить дальнейшие... А штрафные санкции есть какие-то? Нет, штрафных санкций никаких нет, на самом деле, но домашние задания должны выполнять, ну, хотя бы первое время. Это и для собственного понимания нужно, и для меня, чтобы я могла проанализировать, потому что все приходят и говорят, я ем вообще мало, или я вообще ничего не ем, но при этом толстею, да. Но это тоже неправильно, когда ты мало ешь, да? Да, поэтому нужно понимание, в какие часы, как часто вообще человек кушает. Значит, они выполняют... А, и взвешивают ещё порции, и даются пока рекомендации конкретно по правильному питанию, то есть человек вообще на самом деле должен подготовиться к этому процессу, ведь он же годами накапливал этот жир и лишние килограммы, да? И не бывает так, что ты там за месяц, за два вернулся в норму. Это тоже, на самом деле, длительный процесс. Самое главное в нашей школе такая, скажем, такой девиз, не навреди, но это как девиз, наверное, у любого медика, мы должны сделать так, чтобы человек поменял свой рацион, но незаметно, так скажем, для него, не кардинально, то есть... Без стресса. Без стресса, да, потому что если я скажу, что нельзя то, 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 он сказал, да ну, я не буду это соблюдать и буду жить так же, как дальше жил. Я им говорю, нет, ребят, вы кушаете всё, что вы кушаете. Просто мы сейчас учимся правильно питаться, и мы потихоньку, плавно делаем вмешательства. Второе занятие у нас было посвящено тому, как раз-таки, как рассчитать калорийность, сколько раз в день питаться, как обращать внимание на продукты питания. Дальше я уже могла посмотреть и гневнички, как они питаются, в какое время, что кушают, что можно, что нельзя, что чем можно заменить. Самое главное в нашей программе, это найти альтернативу нездоровому питанию, здоровому. Например, приходим мы в магазин, мы все любим пить чай с чем-нибудь, прикусочку, да. Это просто вот проблема, она просто на поверхности, и все о ней говорят, что я так люблю печенюшки, вафельки, конфетки, ещё чего-то, и вот это вот всё в прикусочку. Я сама люблю пить чай в прикуску, я не люблю просто воду одну хлебать, да. Но мы должны найти, что же мы можем заменить, что же мы на прилавках можем найти такого, с чем мы можем попить чай. В конфете шоколадной что есть полезного? Ну, вот так. Вот прежде чем покупать, вообще нужно задуматься, полезно это тебе или нет. А какао там ведь тоже говорят, что это пища для ума, нет? Это уже к вопросу чёрного шоколада. Мы говорим про конфеты, в конфетах нет ничего полезного. Вафли, сдобное печенье, нет ничего полезного. Один вред, жир, сахар и так далее. Это же сложно. Вот, мы должны найти альтернативу. Вот как раз альтернатива. Чёрный горький шоколад. Да, можно. Кто-то любит мёд, если нет каких-то заболеваний, ради бога. Сухофруктов, огромный ассортимент. Найдите, пробуйте. Ведь мы даже, у нас огромные есть полки с сухофруктами, и для нас есть такие диковинные даже, которые мы ни разу не попробовали. Попробуйте, расширьте свой вкусовой диапазон. Сухофрукты в прикоску. Но это будет полезнее, нежели чем, тоже там она и сладкая, и всё, но полезнее, нежели чем конфета или печенюшка. Кроме того, можно самому испечь. И это будет гораздо полезнее, чем мы купим пирожок в магазине, жареный или печёный, но в котором очень много вредных ингредиентов. Таких пирожков здесь и пирожных масса продаётся. То есть, вот мы, зефир, например, тоже можно. Если уж сравнивать, опять же, шоколадную конфету или, например, мармелад, так лучше мармеладку там съесть. То есть, вот мы пытаемся находить какие-то альтернативы. Также и по готовым блюдам. Значит, одна говорит, я готовлю вот куриные сердечки с овощами, там вот люблю, тушу и всё, и так вот вроде бы... Такие сложные блюда, да? Да, полезные и всё. Я спрашиваю, какая технология приготовления там? Вот тушу их, потом туда овощи, чего категорически делать нельзя. Внутренности, они содержат много холестерина, жира, конечно, желательно удалить этот весь жир, раз, отварить, слить жирный бульон, вот этот лишний холестерин весь смыть и дальше уже потушить там с чем-то. А овощи приготовить лучше отдельно. Почему? Потому что овощи натягивают весь этот жир, и ты визуально его не видишь, а, соответственно, ты съедаешь его гораздо больше. Так же и крупы. Крупы тоже натягивают, вот, например, с рисом кто-то, если готовит что-то, вот там мясо или жирное какое-то на масле, оно натягивает. Да, вроде бы внешне оно не видно, но фактически ты съедаешь очень много жирной пищи. Нюансов на самом деле очень много, поэтому вот работа-то, она как бы и групповая, но в то же время мы и ещё индивидуально с тем, чтобы человек был ему привычный ассортимент. Мы учимся питаться правильно. Второе, на что я обращаю внимание, это кушать, научиться кушать 5-6 раз в день. Не 1-2, а 5-6 раз в день. Ну как во всех рекомендациях должны быть основные приёмы пищи. Вообще в СССР, если кто помнит, было как? Завтрак, обед и ужин. Ну редко потом стал появляться полдник, а сейчас у нас завтрак, перекус, обед, там ещё второй завтрак может быть, обед, полдник, ужин, а ещё перекус может быть. То есть количество приёмов пищи гораздо увеличилось. Это, конечно, тоже не есть хорошо с позиции смотреть инсулина, потому что надо понимать, что каждый раз, как ты чего-то съел, у тебя идёт выброс инсулина. Чем дольше инсулин держится на высоких цифрах, тем меньше, так скажем, клетка воспринимает тот самый инсулин. То есть наша задача, чтобы перерывы тоже между пищами потом увеличивались. Но это потом. Есть такие теперь новые технологии, как фастинг-диета, интервальное голодание, ещё и ещё что-то. Но чтобы до этого дойти, мы должны для начала научиться правильно питаться и дойти до первой цели 5-10% от исходной. Дальше, если нам нужно будет, мы уже будем использовать другие методики, интересные, современные методики, научно доказанные методики, но они более сложные. Вот я сейчас на себе испытываю одну из методик, и я девочкам пишу свои ощущения, что я при этом ощущаю, как я питаюсь. Но у вас же хорошие уже результаты, да? Да, у меня с сентября месяца, так скажем, 9 килограмм минус. Просто на здоровом питании. Я питалась 5-6 раз в день, небольшими порциями. Да, есть ограничения по порциям. Ну, желательно 255 грамм без учёта жидкости. Жидкость обязательно. Особенно, вот у меня, например, проблема научить себя пить утром. Это у всех, наверное, проблема, да, у многих. Да. Вот в Японии даже есть метод лечения. 4 стакана утром натощак, и потом только ты можешь кушать через 45 минут. Но для нас это тяжело. Но опять они как рекомендуют? Постепенно. Если ты не можешь выпить стакан, ну, выпей глоток. Выпей глоток, а потом иди завтракай. На следующий день можешь 2 глотка, полстакана, то есть по хотя бы стакану. Ну, это действительно очень... Туропития у нас страдает, нарушена. Да, да, да. Жидкость же должна быть в чистом виде, да, иначе всё остальное это считается напитки. Да, питье у нас должно стоять. Конечно, конечно, вода, да. А сколько мы должны выпивать её в день? Ну, опять же, вот такие средние рекомендации, полтора-два литра в день, они общие, но этот норматив может быть неприменим для людей, имеющих, например, хроническую почечную недостаточность или хроническую сердечную недостаточность, или ещё какие-то заболевания. Поэтому всё индивидуально. Вы для начала проанализируйте, сколько вы пьёте. При этом нужно учитывать чай и кофе. Если вы пьёте кофе 200 мл, да, ну, это же тоже жидкость. Понятно, что там есть кофе, может быть, ещё молоко, но, тем не менее, посчитайте общей жидкости, сколько вы в день пьёте. Конечно, и зелёный чай, но не использовать соки. В соках не вижу ничего полезного, и тем более уж газированные напитки, сладкие и так далее. Это вообще даже за гранью фантастики, даже использовать их не нужно, и вспоминать о них, и тем более покупать детям. Утром, потом завтрак, небольшой перекус, отварное яичко, яблочко, морковка, я не знаю, огуречек или ещё что-то. Обед, но не полный комплексный обед в столовой, первое, второе, третье, четвёртое, да, а что-то одно, либо это суп и там чай, либо это, может быть, второе чай. Дальше опять какой-то перекус, тоже творожок может быть, йогурт, фрукт какой-то или овощ. Далее ужин. Стараться, чтобы ужин был плотный, чтобы не хотелось кушать на ночь. Ну, плотный в каком плане? По объёму-то порция небольшая, должна быть 255 грамм. Да, да, но там обязательно должен быть белок, гарнир, ну, то есть какая-то крупа, рыбка, мясо отварное, да, и какой-то, может быть, овощ. Кто-то говорит, что после 6, ну, не надо есть, не рекомендуется это. Так или нет? Или всё это наши фантазии? Нет, вот та диета, про которую я говорила, на которой есть интервальное голодание, да, или фастинг-диета, там разные схемы используются. Я, например, ну, это временная диета, надо понимать, что она не для постоянного использования, просто я скину в 9 килограмм, у меня так фаза плата, да, я стою на месте, у меня ни туда, ни сюда, то есть вот я остановился, и всё. И для того, чтобы запустить этот процесс жиросжигания, да, я должна что-то, что-то какое-то ещё вмешательство сделать. И я перешла на эту диету, например, 8-16 или 16-8, что это такое? 8 часов ты кушаешь, 16 часов ты не кушаешь. Причём эти 8 часов не означают, что ты ешь, и ешь, и ешь. Нет, 3-4 приёма пищи, да, а с 3 часов дня до 7 утра я ничего не ем. Да, но это всё должно происходить с голосованием вот с врачом, да, потому что у кого-то хронические заболевания, кому-то может не подойти. Конечно, к этому нужно быть готов... к этому нужно готовиться. Нельзя взять и сразу посадить человека на такую жёсткую диету. Нет, конечно, это всё индивидуально. На самом деле можно похудеть, если ты будешь часто питаться дробно, небольшими порциями, и научишься правильно выбирать продукты и правильно готовить пищу. И двигаться, не будем забывать, да, что правильное питание это только часть основы здорового образа жизни, и нужно не забывать и про движение. Вот сколько должен двигаться в день человек примерно? Ну, есть неприметры, наверное, вообще есть в рекомендациях, что не менее 30 минут интенсивной такой, ну, средней нагрузочной, средней нагрузки для обычного, для обычного человека, да. Что значит 30 минут и какой физической активности умеренной? Желательно, чтобы это была аэробная нагрузка на улице. А что это у нас? Ходьба, да. Если ты никогда не бегал, то вряд ли тебе будет доставлять удовольствие бег там после работы или там до работы и так далее. Опять же, по физической активности тоже нужно подбирать, что вам нравится. Если вам нравится танцевать, ходите, занимайтесь куда-то в группу и танцуйте, да. Можно тоже начинать постепенно, два раза в неделю, три раза в неделю, хотя бы так. Ходить пешком на работу, поменьше сидеть в автомобиле. Вот в городе у нас, я считаю, что передвигаться в автомобиле ни к чему, потому что перебежать можно с одного уголка в другой совершенно спокойно. Либо оставлять, или если вы далеко работаете, оставлять машину где-то хотя бы за квартал. И в течение рабочего дня, если у вас сидячий образ жизни, вы вынуждены сидеть за столом, за компьютером, делать физкульт-минутки, физкульт-паузы. Кстати, в Нинскому кругу есть такой проект, да? Да, это совместный проект с Союзом Женщин России, где мы выходили в ряд уже организаций. Сейчас планируем напечатать плакатики, чтобы у каждого, может быть, на рабочем месте был такой плакатик по физкульт-минутке. Опять же, как это все отконтролировать, заставить никого не можем. Это все индивидуально для каждого человека. Но вставать, делать разминки надо. Хотя бы даже спуститься по лестнице и подняться несколько раз. Это тоже будет физическая активность. Но все равно, я вот считаю, что первое – это питание. Мы, опять же, с женщинами, когда работаем, я их спрашиваю, занимаются они какой-то физической активностью или нет. Если они говорят «нет», я первое время не настаиваю. Потому что, смотрите, надо научиться правильно питаться, надо пойти куда-то записаться. Много всего. И психологически для человека это тяжело. Все опять потихоньку. Когда человек начнет худеть, на самом деле он будет испытывать эйфорию, чувство радости, чувство удовлетворения, что я смог. Ой, потом возникает азарт, я хочу еще. А когда ты уже начинаешь нравиться себе в другой одежде и нравиться себе вообще, в принципе, и чувствовать себя хорошо, вот тогда подключаешь уже и физическую активность. Конечно, она нам нужна, она ускоряет и обменные процессы. И это профилактика многих заболеваний и благотворно влияет на мышцы, на сосуды, на кожу и так далее. То есть помогает подтянуть то отвисшее, что есть у нас после, так скажем, снижения массы тела. Очень много и детей в Ненецком округе страдает от ожирения. Какие рекомендации можете дать их родителям? Что нужно сделать? Да, проблема ожирения детей тоже достаточно серьезная проблема. И здесь мне причина-то видится в том, что ведь все сформируется в семье. Тут опять культура питания, да? Да, чипсы, Кока-Кола. Не обязательно это. Не обязательно. Это само собой. Это нельзя. Это, мне кажется, все родители уж понимают и детей учат, все знают. Ведь кто кормит детей дома? Кормят мамы. Да, вообще. И если у женщины мужчина полный, а такое тоже бывает. Бывает женщина стройная, а в семье вот там ребенок, муж, вот такие, да? То есть жена, если вкусно готовит, опять же, что она готовит, как, как вот эта культура питания строится, правильно ли? Или вот у ребенка взять, кушает ли он в школе? Ведь очень много детей у нас не питаются в школе, особенно в подростковом периоде. А это что значит? А это значит, что они утром не поели, день в школе, какой-то перекус в виде чипсов там, да, и какой-то нездоровой пищи. Вечером могут сытно поужинать, да, и ложатся спать. Для организма это не, так скажем, неприемлемо. Организм все время пребывает в стрессе и начинает запасать, откладывать жировую ткань, потому что он не знает, когда этот организм получит снова пищу, да, поэтому в рекомендациях это и есть, что надо питаться желательно в одно и то же время и так далее. Вот, поэтому здесь нужно посмотреть, как мы кормим наших детей, что они едят. И если у детей есть свободные деньги, что они покупают? Ну и плюс гиподинамия. Дети стали мало гулять. Я уж не говорю про физическую активность и спорт. Спортом тоже не все могут заниматься, но дети стали мало гулять. Информационная нагрузка у нас в компьютере увеличилась, да? А физическая уменьшилась, соответственно. Да, на физкультуру не хотят ходить, родители тоже не хотят выходить и активно заниматься с детьми, но надо искать поводы. Вот я, у меня подросток у самой, я все думаю, как же мне его заставить на улицу выйти? Придумываю что-то, вот помоги мне, пожалуйста, надо то-то купить, там туда его отправлю. Или сходи, узнай, как там-то работает. Ну, ходит на секцию там три раза в неделю, но все равно я ищу поводы, чтобы он лишний раз вышел на улицу, хотя бы просто вот прошелся туда-обратно. Надежда Сергеевна, спасибо большое вам за рекомендации. Вот можете сейчас из нашего такого объемного разговора вынести те правила, вот основные, которые помогут нашим телезрителям? Вот на этой камере, да? Да, первое, что нужно, пить воду, да, не просто сладкие напитки и чаи, и кофе, но именно воду. Если у вас все хорошо со здоровьем, то хотя бы полтора-два литра в день. Это первое. Второе, питаться не менее пяти-шести раз в день, где присутствуют три основных приема пищи и два-три легких перекуса. Объемы порций должны быть небольшими, не более 255-280 грамм, не считая, без учета жидкости. Научиться выбирать здоровые продукты. И когда вы покупаете продукты, воспринимать их как лекарство. Вот хотите купить этот продукт? Подумайте, а чем этот продукт полезен для вашего организма? Какую он пользу принесет? И только с этой позиции уже вы покупаете данный продукт. Ну и использовать правильные способы приготовления. Это тушение, отваривание пищи, запекание, запекание, фольге в глиняных горшочках и так далее. Ну и, конечно, у меня очень такое прямо обращение к женщинам, чтобы они внедрили культуру питания в своей семье, потому что от них зависит здоровье их детей, мужей, близких, родных. Поэтому я всем желаю научиться основам здорового питания. Приходите к нам в школу, ну и будьте здоровы. Дорогие Сергеевны, большое вам спасибо. Спасибо, что пришли к нам в студию. Всегда приятно с вами пообщаться и будем прислушиваться к вашим рекомендациям. Спасибо вам, что нас принимаете. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях была заведующая отделением медицинской профилактики Надежда Пышнограева. Будьте здоровы!